Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня говорим о томатах. Так в чем же ценность плодов томата? Маша, ну вначале хочу сказать, что мы с вами сегодня выглядим как тоже два томата, потому что наша одежда соответствует как бы окраске томатов. Хотя томатов бывает великое множество, разные сорта, разные гибриды, а форма какая. И томаты бывают круглые, овальные, цилиндрические, сердцевидные. Есть томаты черри, есть красные, желтые, оранжевые. Но в основном предпочтение отдаем красным томатам. И мы сегодня в один унисон с красными томатами с вами выглядим. Томаты, конечно, стоит выращивать. И наши дачники выращивают их. Но сегодня поговорим о том, как нам уберечь наши томаты от всего, как правильно за ними ухаживать. Но хочу сказать, что любим мы томаты, конечно, в первую очередь за их приятный вкус кисло-сладкий, за сочность их, за полезность. Может быть, не задумываемся над тем, насколько полезны томаты, но они очень полезны. Потому что содержат и соли, и минералы, и кислоты лимонные, и янтарные, что очень нужно нашему организму. Они помогают нам бороться с холестерином, улучшают работу кровеносной системы, сердца. И хочу сказать, что они защищают человека от радиации. То есть потребление томатов способствует тому, что наш организм защищен от этого. А медики утверждают, что потребление томатов в свежем виде, даже не только в свежем виде, а в различных переработках, в различных соусах, пастах, оно защищает человека от возможности заболеть онкологическими заболеваниями. Здорово. Потом томаты лечат не только наше тело, но и нашу душу. Они содержат, плоды томата, содержат серотонин. Это вещество, его называют еще гормоном счастья, которое улучшает наше настроение, улучшает работоспособность. И нам не нужны антидепрессанты, если мы будем с вами есть помидоры. Поэтому плохое настроение. Не пользуйтесь таблетками, съели 2-3 помидорчика, и у вас настроение улучшится сразу заметно. И еще одна характерная особенность томатов. Вот остальные овощи мы стараемся есть в свежем виде. Да, большинство овощей, по крайней мере. Потому что в переработанном виде, после тепловых обработок, они теряют большую часть питательных веществ. Так вот, томата этого не наблюдается. Установлено, что томаты можно есть в свежем виде. После тепловых обработок консервировано различные пить соки, морсы. И питательная ценность их только увеличивается. Кстати, ученые установили, что именно консервированные томаты более полезны для организма человека. Да, еще томаты и низкокалорийный продукт. В 100 граммах томатов всего 22 килокалории. Здорово. Поэтому можно есть людям, которые страдают избытком веса. Ну, в общем, пользы от томата очень много. Но некоторые говорят, что культура капризная. Ну, сказать так вот однозначно, что капризная и трудно выращивать, не могу сказать. Но требования, конечно, предъявляют. Культура теплолюбивая, светолюбивая. И чаще мы всего выращиваем томаты в теплице. В открытом грунте, ну, не удается нам получить такой урожай. Бывает, даже не получаем, в зависимости от нашего лета. Поэтому растет лучше, конечно, в теплицах, через рассаду. И томат по себе он лидер. То есть, если он растет в теплице, он должен занимать главенствующее положение. Если какие-то культуры растут в теплице вместе с томатом, то только те, которые подходят по требованиям к выращиванию. То есть, хорошо растут с томатом в теплице перцы, баклажаны, потому что они из одного семейства посленовые. Можно выращивать в теплице вместе с томатами листовые салаты, лук, чеснок. Очень хорошо, потому что чеснок помогает томатам бороться с фитофторой. Но еще, как ни странно, земляника, она очень хорошо соседствует с томатом в теплицах. А вот что нельзя выращивать, что будет плохим соседом для томата, это укроп и огурцы. А чаще всего, что мы выращиваем с вами в теплицах вместе с томатами? Конечно, огурцы. И вот эти две культуры, они плохо соседствуют по всем параметрам. Но одна теплица на участке, выхода у наших дачников нет. Что можно посоветовать? Но две двери должны быть обязательно в теплице, чтобы вы могли спокойно зайти на половину, где растут огурцы, и на вторую половину, где томаты, и сделать перегородку из пленки, чтобы хоть как-то их разделить, потому что соседствуют они плохо. А так, в основном, конечно, культура, когда мы ее сажаем, нужно обязательно сажать правильно. Мы же сажаем рассадку томатов небольшой и стараемся посадить погуще. А нужно сажать правильно, выдерживать расстояние между растениями, чтобы им хватало и влаги, и тепла, и солнца, и питательных веществ. Наталья Викторовна, как правильно формировать растения томатов? Ну вот еще одна культура, которая требует формировки. Если мы капусту посадили, и больше мы не прикасаемся к ней, я имею в виду насчет формировки, то томат – культура, которую нужно формировать. Растет в теплице, подвязываем томаты, и чаще формируем в один стебель. Когда растут томаты в один стебель, у них урожай получается раньше, плоды крупнее. Но некоторые хотят побольше урожая получить, поэтому формируют в два стебля. То есть пасынок, который появляется с под первой кисти, они ведут как основной стебель. Обязательно нужно формировать, то есть удалять боковые побеги. Обязательно. Не будете этого делать, значит у вас будут боковые побеги давать листочки, потом побеги второго порядка, третьего порядка, и ваш куст будет куститься, растение будет куститься. То есть потом вы не поймете, где побег, где кисть, и где какая кисть, что будут просто заросли и дебри. Куст будет плохо проветриваться, поэтому формировка нужна. И еще один важный прием в формировке – это прищипка, вершкование. Вот в конце августа высокорослые томаты в теплице обязательно завершкуете. То есть подойдите к главной плети и прищипните ее. Оставьте кисть с плодами, над ней 2-3 листочка, и прищипку сделайте. Ограничьте им рост. Конечно, рука не поднимается. Ну как же, растут томаты, цветут, кисти завязывают. Ничего хорошего с этого не получится. Ну, завяжутся у вас, как горошинки, вот эти томаты. Растение будет тратить свои силы на листья, на боковые побеги, а плодов не будет. Завязывания плодов хорошего не будет. Поэтому вершкуем обязательно, для того, чтобы вот эти кисти, которые есть на томате, они смогли сформировать нормальные плоды, и чтобы они созрели у нас. В открытом грунте мы не формируем и не вершкуем томаты, потому что низкорослые томаты, они сами вершкуются. Они вверху дают кисть и заканчивают свой дальнейший рост. Поэтому в теплицах обязательно высокорослые томаты формируем. Что такое посынкование и как правильно его проводить? Вы знаете, о посынковании должен знать каждый дачник, который выращивает томаты. Посынкование нужно делать правильно и нужно делать вовремя. Вот растет у вас томат. И у томата кисть завязывается первая, после пятого, шестого, седьмого, восьмого листа, в зависимости от ранней спелости. Если ранний сорт, он завяжет первую кисть над пятым листом. Поздний сорт, он завяжет кисть над восьмым листом. А до этого у вас в пазухах листьев, вот этих шести, пяти, семи, будут расти пасынки. Ну, пасынок – слово такое, которое говорит о том, что это что-то чужеродное, ненужное. И вот эти пасынки, они до первой кисти, конечно, заберут питательные вещества, большую часть питательных веществ. И до кисти питательных веществ дойдет намного меньше. Дальше томат формирует кисти через два-три листа. Два-три листа – новая кисть, новая кисть. А в пазухах листьев растут пасынки. И если вы будете пропускать, вовремя делать пасынкование, то есть удалять вот эти пасынки, вы не дадите растению нормально тратить питательные вещества на налив плодов. И, конечно, пасынки нужно выщипывать обязательно. И делать это, когда они вырастут где-то 5-6 сантиметров, не больше. Представьте пасынок, который 10-15 сантиметров, вы его выщипываете. Остается большая ранка, она трудно заживает, туда попадает инфекция. Пасынкование нужно делать хотя бы раз в 3-4 дня. Зашли в теплицу, посмотрели, кисть растет на стебле. От стебля она отходит. А пасынки растут в пазухах листьев. Перепутать сложно. Поэтому пришли, выщипываем. Не нужно нож брать, не нужно брать секатор. Просто пальцами отламывайте. Некоторые отламывают у самого основания, чтобы не оставалось даже следа от пасынка. Но тогда бывает, что пасынки растут вновь. Вот вы выщипнули, а через недельку, через две с этого места растет новый пасынок. Поэтому желательно оставлять небольшой пенечек. Вот сантиметр или 2 сантиметра прищипнули, и пусть вот этот пенечек остается у пазухи листа. Новый пасынок растений будет. Вот так формируют, пасынкуют растения томата. Необходимо ли томаты подкармливать, как это правильно делать, как часто это делать? Конечно, подкармливать нужно. Хотите получить хороший урожай томатов, их нужно кормить. И томаты хорошо отзываются на подкормку и органическими удобрениями, и минеральными. Лучше их чередовать. Они хорошо растут после подкормок или птичьим пометом, или комплексными минеральными удобрениями. И, конечно, томаты, как ни одна, наверное, культура, требуют некорневых подкормок. Потому что они очень чувствительны, очень быстро реагируют на недостаток микроэлементов. Вот тот же магний, он нужен томатам в обязательном порядке. И часто вы заметите по листьям, что именно магния не хватает вашим томатам, потому что листья начинают темнеть. Между жилками поверхность ткани начинает темнеть. Это говорит о том, что растение томата нуждается в магнии. Нужно взять подкормку микроэлементом магния. Если не хватает томатам железа, идет хлорирование листьев. Вы увидите, что они начинают белеть. Если не хватает меди, растение начинает увядать. Поэтому само растение подсказывает, чего ему не хватает. Не хватает азота, листья начинают желтеть, закручиваются и начинают опадать. Не хватает фосфора, наоборот, они становятся таким фиолетовым оттенком. То есть нужно вовремя и правильно кормить томаты. Как правильно поливать томаты и как часто это нужно делать? И к поливу томат предъявляет свои требования. Поливать часто томаты не нужно. А как бывает, растут томаты и огурцы в одной теплице. Идет датчик поливать огурчики, обязательно опрыснет и томаты, заодно с огурцами. И получается, что через день поливаются томаты. Этого делать ни в коем случае нельзя. Томаты поливать нужно раз в неделю. Но если стоит жаркая погода, сухая, жаркая, температура высокая, тогда раз в 3-4 дня. Но поливать нужно обильно, чтобы слой почвы где-то 20-25 сантиметров хорошо промочился влагой. И поливать лучше утром. Когда вы пролили томаты, дали хорошую заправку водой, обязательно теплицу проветривайте, чтобы к вечеру у вас растения были сухие, воздух был сухой. Томат не любит высокой влажности воздуха. Поэтому открываем форточки, фрамуги, двери. Если пленочная теплица, то можно даже подворачивать края пленки, чтобы не накапливалась лишняя влага, конденсат не накапливался. А если ночи теплые, то можно форточки оставлять открытыми и на ночь. Потому что если будет влажность, высокая в томатной теплице, пыльца, она начинает набухать и она не опыляет томаты. И завязи, понятное дело, что не будет. И температуру томат любит максимально где-то градусов 25. А почему нужно проветривание, чтобы температура была оптимальная для томатов. А часто закрывают теплицу днем и туда зайти бывает невозможно. На улице жарко, да еще и форточки закрыты. Там градусов 35. Поэтому при такой жаре пыльца становится просто стерильной. И опять же, опыление не происходит. Поэтому теплицу проветриваем, чтобы туда могли залететь и насекомые для опыления. И обязательно, если увидите, что плохо завязываются томаты, заходите утром поцинковать или посмотреть на растения, проверить. Обязательно возьмите палочку и постучите по шпалере, чтобы растения немножко встряхнулись. Тогда пыльца будет хорошо опылять растения. И обязательно, конечно, замульчируйте почву. Вот томаты любят, когда почва на грядках замульчирована. Костите газон, траву не носите на компостную кучу, обязательно заносите в теплицу. Мульча сохраняет тепло на грядках, сохраняет влагу. Споры грибов, они не могут взлететь с почвы. Эта защита будет от болезней. Кроме того, когда вы видите, что у вас растут томаты, но листья просто огромные, можно пол листа аккуратно ножничками обрезать. То есть куст томата должен хорошо проветриваться. Он не должен быть в большом количестве листвы. И еще, помимо того, что мы занимаемся вершкованием и посынкованием, нужно удалять на растениях листья. Вот созрела у вас первая кисть, томаты уже красные, собираете их, нижние листья, все 5-6 листьев до первой кисти оборвите. То есть формируете нормальный куст, который хорошо освещается солнцем, проветривается, поливаете вовремя, ухаживаете, кормите. И тогда томаты ваши будут прекрасно себя чувствовать не только в августе, но даже и в сентябре будут давать вам урожай. Спасибо, Наталья Викторовна. В следующей нашей программе продолжим говорить о томатах. Увидимся ровно через неделю. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!